МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Разберемся. Запад. Здравствуй, Запад или куда язык Киев довел? У нас в студии Анастасия Гречина, председатель Украинской общины Крыма, Александр Мащенко, журналист-кандидат филологических наук, доцент кафедры межязыковых коммуникаций и журналистики КФУ имени Вернацкого. Свяжемся с Иваном Скориковым, политологом, экспертом Института стран СНГ. И обсудим переход, возможный переход Украины на латиницу. И уже, наверное, процесс перехода Казахстана на латиницу вместо нашей традиционной кириллицы. На днях, господа, мы в очередной раз отметили День славянской письменности и культуры. Однако много ли у нас поводов действительно праздновать? Почему за последние десятилетия кириллица сдает свои позиции латиницы? Как сохранить культурное единство с братскими народами, с братскими республиками и в то же время собственную идентичность? В условиях, когда уже на полном серьезе проекты перехода с кириллицу на латиницу, они присутствуют не только в ряде стран постсоветского пространства, но даже и в России. Александр, хотелось бы на примере Украины, где сейчас большое количество информации появилось касательно того, что этот переход крайне нужен на латиницу, и господин Клинкин взаимодействовал с польскими политиками касательно этого вопроса. Это политический пиар очередной? Или действительно существует вероятность того, что Украина откажется от кириллицы в пользу латиницы? Я думаю, что при известном развитии событий, при определенном сценарии такая возможность существует. Но здесь нужно сказать, что никаких лингвистических причин для перехода хоть украинского, хоть казахского, хоть узбекского, хоть киргизского, хоть молдавского, хоть любого другого языка, который пользовался или продолжает пользоваться кириллицей на латиницу, их просто нет. Этот переход создает громадные, грандиозные трудности, мы можем с вами просто представить себе, как это будет. Нет правил. Нужно создать правило, как будут писаться слова. Гигантское, огромное количество слов, сотни тысяч слов нужно будет понять, как пишутся. Эти правила нужно будет создать. Эти правила нужно будет выучить сначала каким-то очень умным людям, потому что пока никто не знает, как писать эти слова на латинице. Потом нужно будет создать учебники, начиная с дошкольников, начиная с азбуки. Создать учебники для всех в средней школе. И не только по языку украинскому. Нужно создать учебники по всем предметам, которые ведь тоже должны будут перейти на латиницу. Потом нужно будет создать учебники в высшей школе. Сегодня для того, чтобы подготовить человека, который способен жить в современном мире, нужно, посчитайте сами, года 2-3 до школы, 11 лет в школе, 5 лет после этого, 20 лет. Вот 20 лет нужно будет для того, чтобы, возможно, подготовить драмотного, квалифицированного специалиста, который сможет по-украински писать латиницей. Одновременно произведет масса других катастрофических вещей. Языки, культура, они окажутся в глубочайшем кризисе. Ну, представьте, вы журналист. Или вы писатель. Представляю. И вам нужно писать рассказ, повесть или роман на украинском языке на латинице. Что из этого получается? Я сегодня открывал группы, кстати, есть группы в социальных сетях, где, в принципе, русский язык, русские слова, они пишут уже латиницей. И, честно говоря, у меня вот элемент отторжения, ну, внутри я его почувствовал. Соси, если продолжая тему непосредственно украинского языка в латинском формате, а насколько Спивуча Мова приспособлена к этому? Вот насколько можно перевести там украинские слова на латиницу и насколько они передадут суть и вот саму эту Спивучесть? Позвольте, я коллегу дополню по поводу того, что действительно, если разрабатывать ряд методических материалов, учебники, вы же не забывайте, если вот мы говорим в частности об Украине, это еще какие средства, какая затрата средств на это все. Это преподавательский состав. Откуда деньги у страны, по большому счету? Если там, я не знаю, там, если это действительно такое, конечно, произойдет, мне бы очень этого не хотелось, о дефолте, да, поговаривают. Это очень, ну, это затратно. И вопрос самый главный, зачем, для чего? Дефолт очень удобное слово, чтобы писать его в латинице. Кстати, да, все верно, да. И мы же прекрасно понимаем с вами, что вот эти разговоры о том, чтобы перейти на латиницу с украинского языка, это скорее выгодно не людям, да, естественно, не жителям, которые проживают в Украину, это выгодно правительству, чтобы западным партнерам упрощить, да, там, общение, упрощить какие-то моменты для иностранцев, которые туда приезжают в Украину, я имею в виду, там, учиться. Это, естественно, все делается не для жителей Украины. Это не стоит забывать. Да, Александр. Есть одна единственная причина этого процесса во всех странах постсоветского пространства. Эта причина политическая. Она заключается в том, чтобы прорыть как можно более глубокие рвы, построить как можно более высокие стены между Россией и их отдельными независимыми суверенными странами. Это, знаете, как вот люди в дачном поселке огораживаются какими-то большими заборами, чтобы никто не зарезал. Если мы заговорили о политических аспектах, у нас есть сейчас на связи политолог Иван Скориков, и я хочу сказать, что вот такие же процессы были задействованы в... Вот Иван уже появился, Иван, добрый вечер. Такие же процессы у нас задействованы в Сербии, в Черногории, по сути, уже в этих странах действительно двойственная система, в большей степени в пользу латиницы. В принципе, насколько возможен вариант перехода Украины на латиницу, и почему такая тенденция, в принципе, на постсоветском пространстве, учитывая последние заявления в Казахстане о переходе? Здравствуйте, как меня слышно? Слышно хорошо, Иван, можете говорить. Да, я вот хотел бы обратиться к тому примеру, вот Балкан, собственно, Сербии, которая сегодня особенно актуальна становится в связи с ситуацией в Косы. Вот посмотрите, последний данный опрос. Последний данный опрос, 47% сербских граждан разговаривают и употребляют алфавит, фактически это латинский алфавит. Только 38% на исторической государственной кирильце. Если мы возьмем цифры по интернету, как используют алфавиты в интернете, то там уже более трагичные цифры для кириллицы. 57% на латинице и 37% используют кириллицу. Если мы здесь возьмем цифры по демографической составляющей, то есть если мы берем молодежь от 20 до 29 лет, кто участвовал в вопросе, то там цифры уже совсем страшные. 65% используют латиницу и только 18% кириллицу. С чем это связано, вы можете спросить. Но вот смотрите, я только что посмотрел в настройки моего телефона Samsung, и сербский язык там существует только в латинской версии. Болгарский, македонский, русский язык, украинский на кириллице, а сербский в латинской версии. Естественно, молодежь использует гаджеты, использует клавиатуры, которые точно так же приспосабливаются к требованиям глобального рынка. Если мы возьмем газеты, например, билборды, журналы, меню в ресторанах, любые вывески в Сербии, они все на латинице. Интернет, естественно, общаются со сверстниками из стран Евросоюза, также используют в целую латиницу. То есть сербская кириллица, историческая сербская кириллица, она остается лишь таким достоянием культуры и используется в официальных документах. И даже здесь, если мы посмотрим, например, на сербские анклавы в той же Хорватии, или на республику сербскую, которая в рамках федерации Боснии и Герцеговины существует, то там мы можем зайти даже на государственные сайты, и сайты государственных органов, и увидеть, что первым выдает латинская версия этих сайтов, а уж потом можно переключить ее только на кириллицу. Иван, если говорить о постсоветском пространстве, Если говорить о постсоветском пространстве, вот насколько такой сценарий возможен для, в частности, Украины, как мы говорили, ну Белоруссия, пример такой же. Ну для Украины я не думаю, что этот сценарий все-таки сработает, к тому же на Украине сейчас в связи с таким ростом национализма, все-таки латинизация противоречит этой тенденции. Вот, а, например, мы видим абсолютно, как развивается этот процесс в бывшей Молдавии советской, которая сейчас разделилась на Республику Молдову и Приднестровскую Молдавскую Республику. Так вот, в Приднестровье официальным алфавитом является молдавская кириллица, а, соответственно, в Республике Молдова, ориентированной на запад, сейчас используют, ну фактически, румынский алфавит, то есть латиницу, молдавскую латиницу. Вот, то есть мы видим, что здесь абсолютно политическим выбором мотивирован как раз вот этот алфавит, который навязывают общество, навязывают людям. Ну и, конечно же, во многом, например, в той же Молдове это связано с тем, что большая часть населения, русскоязычного населения, это русские, украинцы, гагаузы, они, используя кириллицу, фактически выпадают из общественных процессов, когда они не могут там прочитать ни бюллетени, не могут не прочитать ни общественно-политические газеты, ни там лекарства на латинском языке, на латинском алфавите. Тем самым они, ну, в таком дискриминационном положении оказываются. Иван, спасибо. Я напомню, на связи с нами был политолог из Москвы Иван Скориков. Александр, действительно, геополитические процессы, наверное, затрагивают. На примере Казахстана будет объяснить наиболее доступно. Казахстана всегда он находился, так сказать, между западным миром и Россией. В данном случае Запад предоставлял какие-то там дешевые кредиты, какие-то инвестиции. Можно ли говорить, что переход Казахстана на латиницу – это своего рода политический шаг для того, чтобы еще в большей степени быть лояльными Западу, преследуя свои какие-то, ну, в том числе и экономические выгоды? – Переход любой страны постсоветского пространства, любой страны бывшего соцлагеря на латиницу – это исключительно политический шаг. Думаю, что, несомненно, он лоббируется Западом. Никаких экономических выгод и преференций здесь получить невозможно. Никаких культурных и языковых тоже. Здесь одна единственная причина политическая – отгородиться от России. Вы просто представьте себе, что будет, когда вырастут в Казахстане, на Украине или еще где-то люди, которые, начиная с раннего детства, знают только латиницу, пишут только латиницей. Русский алфавит становится для них абракадаброй. Они не знают кириллицы, они не могут читать по-русски. И это отсечение от культурного, информационного, языкового пространства страны, с которой общая история, общая культура, к которой многие тяготеют в силу огромного количества причин. Это тот самый рово, о котором я говорю, вырытый. Вот пройдет лет 20-30, после того, как страна перейдет на латинский алфавит, их язык останется тот же самый, их будет там катастрофа, о которой я говорил, связанная с тем, что нужно правила, нужно учебники, упадет уровень грамотности, не будет доступа к достижениям мировой науки, цивилизации, техники и прочее. Но это Западу не нужно. Им нужно прожить этот ров. И местным национальным элитам этих стран нужно то же самое. Им же нужно сидеть в своих креслах, чтобы, не дай бог, Россия вдруг не покусилась на их суверенитет. И вот это будет катастрофа. Страны перестанут иметь возможность использовать русский язык. Это огромное богатство, полсекунды, всемирное достояние. Но Западу и национальным элитам этих стран выгодно, чтобы их граждане не знали этого языка, не имели к ним прямого доступа. Александр, прежде чем Анастасия задам вопрос, дам вам листик бумаги и маркер можете выбрать. Ради эксперимента напишите латиницей слово «защищающий». Получится у вас? Анастасия, действительно, если мы говорим об этом рве, который, как Александр сказал, западные страны пытаются вырыть между республиками бывшего Советского Союза. А ведь действительно, учитывая, на примере того же Казахстана, наверное, наиболее яркий, потому что страна уже решила перейти на латиницу. До 21-го там завершится переход. И в итоге будет, так сказать, старый класс, да, вот пласт людей со своими знаниями, со своим восприятием литературы, произведений на русском языке, да, или на кириллице в смысле. И теперь вот они будут воспитывать поколение или поколение людей, которые будут учиться латиницей писать, говорить, читать и прочее. Получится, что несмотря на одну национальность, несмотря даже на родственные связи какие-то, в итоге не будет связи между этими поколениями? Не будет, потому что если, ну, действительно, я думаю, что процесс все-таки произойдет, и Казахстан перейдет на латиницу, потому что уже вот буквально на днях, перед 24 мая в Казахстане презентовали один из вариантов алфавита, да, и уже тоже можно прочитать опять же в интернете то недовольство у профессуры, да, который вызывает алфавит о том, что они не понимают, не понимают, как с ним работать. Вот как Александр Петрович говорил вначале, они не поймут. Отсюда вывод какой? Что необходимо обучать детей, школьников, далее университет и так далее, чтобы, что называется, они с самого детства понимали, что они пишут на латинице, потому что нынешний класс ученых, который там есть, я не думаю, что они смогут беспроблемно перейти на вот такие новшества. Анастасия, я такое же задание вам дам, если вы не против. Не против. Тоже маркер. Напишите, пусть будет кириллица, только я вам задание усложню, напишите украинским языком, но на латинице. Нахай буду кириллица. Нахай буду кириллица, да. Александр, действительно, вот смотрите, да, по советскому пространству, эти республики, да, которые переходили на латиницу, вот было мнение из-за того, что они тем самым хотели подчеркнуть какую-то свою независимость, да, вот отличность от того прошлого, которое, ну, на тот момент уже было прошлым, и развенчание культов и прочее, и прочее, и прочее. Действительно так? Или без лоббирования этих интересов западными структурами, западными странами, в принципе, ну, не принимали бы подобного решения? Ну, я думаю, что, как всегда, когда мы говорим о сложных процессах, непростых, там просто есть несколько составляющих. Вне всякого сомнения, национальная элита многих постсоветских государств, такая националистического толка, элита бывших советских республик, она готова очень часто сделать все, что угодно, абыться было на Якумас-Халив. Вот, собственно говоря, поэтому они будут писать иначе, и вообще все будут делать иначе, не так, чтобы доказать, что они другие. Александр, ну, те же самые москали, в бытность еще СССР, да, тоже рассматривали идею перехода на латиницу, в 30-х годах это было, но на тот момент специальная комиссия, которая изучила там все эти нюансы, посчитала, что, ну, не имеет смысла. Но тоже ведь рассматривали такой вариант. И сейчас, я повторю, что вот в социальных сетях есть несколько групп, которые общаются вот исключительно на русском языке, но написанном латинице. Это вопрос глобализации? Никакой, вы поймите, что значит, ну, на латинице. Слова-то будут писать те же самые, только на латинице. Какая глобализация? То есть никакой разницы? От того, что я написал вот это слово защищающий. Давайте покажем, какое это слово. У меня большой плюс, у меня просто в фамилии есть буква Щ, поэтому я знаю, что одна буква Щ четырьмя. Абсолютно, одна буква Ч четырьмя на латинице. Ну, это же смешно, если мы говорим, что это русский язык. А что у нас вышло на украинском? Нехай буди крыльця. Давайте покажем телезрителям. Я хотела написать, но лучше, но я специально написала. Мигей, это что-то уже с японским форматом. Александр, простите, вы же знаете английский? По правилам чтения английского языка. О, это сложно. Ну, так на украинском языке это намного сложнее. Нет, ну, это должно же читаться не по правилам. Конечно. Они же придумывают свои собственные правила. Вот, тогда придется придумывать правила. Это важная очень штука. У некоторых в сознании, возможно, есть вот этот тезис, что, где сказать, они будут писать латиницей, и от этого они станут частью западного мира. Они не станут, потому что слова они будут писать те же самые. От того, что ты будешь писать свои украинские, или казахские, или узбекские слова латинские буквами, ты не станешь понятен англичанину, американцу или французу. И больше того, как бы, ты же от этого, вернее, не больше, а как бы очевидно, ты от этого и к знанию английского языка никак не приблизишься абсолютно. Может, даже наоборот. Анастасия, но тем не менее, никто не отрицает необходимость, допустим, вывесок на латиниц, и в случае, если это туристический регион, да, вот, если брать во внимание Крым, вы не против того, чтобы у нас были вывески, допустим, на русском, там, если нужно, на украинском и на латиницах? Украинский язык – это один из государственных языков, поэтому, в принципе, я, конечно же, не против, но у нас, знаете, даже не то, что название на латинице, у нас вообще, в принципе, американские названия по всему Симферополю. Ну, у нас, в принципе, Симферополь не настолько туристический, что есть необходимость того, чтобы у нас какие-то донаты были, там, я не знаю, Мэри Берри и так далее. Вы имеете в виду... Название именно у нас американское... Ну, американское... Предприятие, магазины, рестораны. Да, просто вот вы говорите на латинице, ну, если они пишут на латинице, то надо же писать значимого русского. Ну, а что нам теперь запретить название иностранного происхождения? Ну, не то, чтобы запретить, может быть, какой-то минимум оставить, но, тем не менее, у нас в большинстве своём центр города пестрит реально... Александр, вы как к этому относитесь? Американскими... Удивительно, удивительно. Вам нужно поехать объяснить это в Верховной Раде. Ну, вот... Другое дело, что у нас парикмахерских мало осталось. У нас одни барбершопы по центру города. Вот это... Барбершопы, да. Это уже немножко другой разговор. Вот мы об этом говорим. Да, конечно, должны быть англоязычные... Не на латинице, а на английском языке названия в туристических местах. Это абсолютно нормально, и на китайском, я думаю, должны быть, и на английском должны быть, чтобы... Ну, и у нас это есть, вот эти коричневые вывески, да, где объекты архитектурного, исторического, культурного наследия, у нас всё это есть, и русский, и украинский, и английский в том числе. Поэтому, господа, я думаю, мы всё-таки движемся в правильном направлении. Не знаю, в каком направлении движутся наши некогда братские страны, но будем надеяться, что всё-таки, как вы написали, Анастасия, нехай буду кириловиться, да, всё-таки? Господа, я благодарю вас за беседу, вам успехов. Зрители, благодарю за внимание. Увидимся с вами завтра в этой же студии, в прямом эфире программы «Вечер лайф» и обсудим то, что обсудим. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова